МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Покажем водителя такси, пассажир которого вместо оплаты поездки протянул мужчине лезвие ножа. С самого начала какой-то был. Туда-сюда он начал по этим заколкам. Сюда ехать надо, сюда ехать. Обезоруженный пассажир скрылся, так и не оплатив поездку. А также парковка есть, но не для всех. Не относятся к транспортным средствам, предназначенным для перевозки инвалидов. В Казани массово эвакуируют машины с мест для инвалидов. И незаконная посылка в места лишения свободы. Могу тут походить. Восемь. Ладик, дать типа девять. В тайнике грузовика обнаружили средства связи и сим-карты, запрещенные в исправительных учреждениях. Это и не только прямо сейчас. 56-летняя женщина скончалась за рулем своего автомобиля на танковом кольце. Она только выехала из дома, двигалась по дороге дублера Оренбургского тракта, когда ей стало плохо. Иномарку, которая передней частью уперлась в дорожный знак, заметил прохожий. Мужчина решил, что водитель пьяный или просто уснул, но, подойдя к машине, понял, что ошибся. Женщина в тот момент была еще жива. Пульс был, хоть и слабый. Женщина была еще жива. В это время у нее зазвонил телефон. Он взял трубку и рассказал, что произошло. Родственники прибежали тут же. От дома она отъехала совсем недалеко. Но к этому времени она уже скончалась. Версия о том, что причиной смерти стала авария, отбросились сразу. До опоры дорожного знака она даже не доехала. Скорее всего, сердечные преступники, потеря сознания, въехала. Остановка сердца. Может фибрилляция. Кто ее знает, сейчас не опомнишь. Муж женщины рассказал, она только уехала из дома. Куда она правилась, никому не сказала. На здоровье особо не жаловалась. Болезни были хронические и связаны с возрастом. У нас у всех со здоровьем что-нибудь бывает. Сосуды. Сосуды. Вот у меня тоже сосуды. Как дорожно-транспортное происшествие, все произошедшее оформлять не стали. ДТП тут фактически не было. Повреждения правой стороны автомобиль получил до этого. Истинные причины смерти женщины будут устанавливать судмедэксперты. Алсах Медянова, Константин Бушуев. Вызов 112. Чистопольский суд лишил родительских прав мать двоих детей, которую злоупотребляла спиртными напитками. В суд подали родственники женщины, мать и брат, которые фактически занимались воспитанием ее детей. В иске указали, что в состоянии опьянения она себя не контролирует и может причинить вред несовершеннолетним. На суд ответчик не явилось. Представитель отдела опеки и попечительства указал, что женщину направляли на лечение, но это не помогло. Прокуратура иск поддержала. В итоге суд принял решение об удовлетворении требований истца и лишении женщины родительских прав. Автоинспекторы очистили парковочные места для инвалидов от машин, которые к перевозке людей с ограниченными возможностями отношения не имеют. В ГИБДД ежедневно поступают звонки о том, что людям с особенностями здоровья негде припарковаться, а специально отведенные места заняты другими автомобилями. Проверка парковок показала, что проблема касается всего города. Транспортное средство «Польсваген» не относится к транспортным средствам, предназначенным для перевозки инвалидов. Водитель на место не прибыл, транспортное средство эвакуируется. С начала года за парковку на местах, предназначенных для инвалидов, к ответственности привлечены больше полутора тысяч водителей. Если автомобиль не числится в реестре машин, на которых передвигаются люди с ограниченными возможностями, но при этом припаркован на месте, предназначенном для них, на водителя накладывается штраф в пять тысяч рублей, а сама машина помещается на штрафстоянку. Расходы за эвакуаторы и хранение автомобиля также ложатся на водителя. В Челнах мужчина пришел на бывшее место работы с пистолетом требовать зарплату. Оружие он вытащил в офисе и стал требовать 250 тысяч рублей. По предварительным данным, 61-летний житель Агрыского района устроился в транспортную компанию водителем за 100 тысяч рублей в месяц. Но работа не клеилась, отношения в коллективе не складывались, прицеп к тягачу сломал. В итоге мужчина уволился, не выплатив причиненный ущерб. Сам считал, что это предприятие ему должно и обещал застрелить руководство, если ему не отдадут заработанное. В конечном итоге мужчину задержали. Он признался, что оружие купил несколько лет назад у неизвестного человека. В отношении него возбуждены уголовные дела по статье «Разбои. Незаконное хранение оружия». До суда он будет находиться под стражей. 19 сотовых телефонов, зарядное устройство, к ним и сим-карты не дошли до адресата в Казанской исправительной колонии номер 2. Незаконную посылку обнаружили сотрудники УФСИН в грузовом автомобиле, который заезжал на режимную территорию. В ходе реализации оперативной информации при досмотре автомобиля «Газель» под управлением 59-летнего жителя города Казани в кузове находился пропановый баллон, внутри которого ухищеленным способом были спрятаны 19 сотовых телефонов и 9 сим-карт. По данному факту в УФСИН России по республике Татарстан проводится проверка. Всего за 9 месяцев этого года сотрудники УФСИН при попытке незаконной доставки в места лишения свободы изъяли 81 сотовый телефон. За попытку провоза запрещенных предметов в исправительные учреждения задержали 31 человека, 25 из них уже привлечены к ответственности. Вместо оплаты поездки пассажир такси достал нож. В полицию поступило сообщение о нападении на живом ранении водителя такси на улице Индустриальная в Казани. Таксист довез пассажира до конечного пункта, но последний платить не хотел. Говорил, что надо позвать друга, вышел из автомобиля и пытался уйти без оплаты. А когда водитель попытался его остановить, направил на него лезвие ножа, который всю поездку был у него в руках, прикрытый небольшой тряпочкой. Не успел бы он, он такой худощавый, я ему просто думал, не дойдет вот до этого. А так я ему один раз по голове дал, он, наверное, три дня здесь лежал, его никто не нашел. Водитель такси пытался решить конфликт миром. Рассказывает мужчину, лет 30-35 забрался улица Волховская. Это был его третий клиент за эту смену. До индустриальной, конечной точки маршрута, 4 километра, меньше 10 минут езды. Цена поездки 200 рублей. Но когда стали подъезжать, пассажир стал вести себя неадекватно. С самого начала какой-то был. Туда, сюда он начал по этим закалкам. Сюда ехать надо, сюда ехать. Он начал. В итоге остановились в одном из дворов, где пассажир вышел из машины и хотел уйти, якобы за товарищем. Какие-то непонятные движения делал. Сюда поехал, я сейчас позову, сейчас подожди, а потом уже начал показывать. Нож? Да, и, мол, там кореша, не кореша. Какие-то движения непонятные. Я понял, что что-то он ничего не то с этим. У него адрес вообще вон, третий индустриальный. Он говорит, сюда повернул, туда мне надо, сюда надо, сюда надо. И выбрал вот это место, почему-то. И начал, вышел, говорит, я вот здесь сейчас кого-то позову. Вышел, я говорю, заплати и зови мне, какая разница, зови потом. Понимая, что если пассажир уйдет, то заработанных денег водитель не увидит вообще. Пытался его остановить. И тут увидел, как мужчина направил на него сверток, который все время держал в руках. И она завернута, я же не знал, что это нож сначала. У него завернута была как-то. Я думал, какой-нибудь, я не думал, что это нож. Восприняв сверток как возможное орудие нападения, к чему считал, все идет, мужчина попытался его отобрать для своей же безопасности. И в этот момент полилась его кровь. Оказалось, ладонью взялся прямо за лезвие. Оно проскользило между большим и указательным пальцем. Я вот прямо двумя руками взял, за это вот, поймал и все. Пассажир при этом убежал, а водитель вызвал скорую помощь и полицию. От госпитализации он отказался. Раны ему работали на месте. Там зашивать труднее, я знаю, больнее будет, чем, блин, порезать. Нож стражи порядка изъяли и стали по приметам искать подозреваемого. При этом сам водитель, успокоившись, зла на пассажира больше не держал. Хотя и понимал, чем могло все обернуться. Ведь всю дорогу пассажир сидел сзади и сверток был у него в руках. Да я не знаю из-за чего. Сказал бы нету. Может быть, блин, я бы сказал, 50 рублей еще дал бы, да, и дошел бы. Установлено, что информация о ножевом ранении человека не подтвердилась. 42-летний водитель такси пояснил, что он довез клиента до пункта назначения. После чего пассажир попросил его подождать. При выходе пассажира из транспортного средства водитель заметил у него предмет, похожий на нож. Испугавшись, водитель схватился за него и забрал предмет, похожий на нож. При этом сам себя порезал. Пассажир с места происшествия скрылся. Заявление на пассажира водитель такси писать в итоге не стал, хотя изначально хотел это сделать. Полицейские же по факту случившегося проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алияха Ирудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова